Каждый третий житель страны имеет личный транспорт. Об этом говорит статистика. Обязанность автовладельца – проходить техосмотр. Процедуру вскоре планируют упростить. Выпустят мобильное приложение, где можно забронировать дату и время. Это поможет избежать очередей. Уже сейчас для удобства работает онлайн-запись. Заходите, выбираете на карте диагностическую станцию, белотехосмотра, и записывайтесь, вносите свои данные, телефон, и вам приходит СМС-подтверждение, и записывайтесь на удобное вам время. Перед прохождением техосмотра стоит подготовиться. Проверить работу световых приборов, наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. С собой нужны права, техпаспорт и страховка. Оплатить услугу можно на месте. Если машина не соответствует каким-либо требованиям, ее отправляют на повторную диагностику в течение 20 дней. Также проверяется состояние тормозной системы в соответствии экологических показателей двигателя. Проверяется подвеска автомобиля, рулевое управление, ну и внешним осмотром проверяется состояние тормозных систем. В 2020-м на Бобруйской станции диагностики белотехосмотра допуск к участию в дорожном движении получили 6000 автомобилей. В 2021-м – в два раза больше. Такой скачок связан с отвязкой процедуры от обязательной оплаты госпошлины. На смену пришел транспортный налог. Белорусы уже внесли аванс. Только в Могилевской области 100 тысяч плательщиков. 24 из них приходится на Бобруйск. Транспортный налог целиком внесли уже 90% горожан. Сумма привязана непосредственно к факту наличия автомобиля. Ездит он или нет, неважно, платить все равно придется. Однако некоторых белорусов нововведение все же обойдет стороной. В частности, владельцев электрокаров, угнанных машин, автомобилей выпущенных до 1991-го, а также специально оборудованного транспорта для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрены льготы. Для пенсионеров, ветеранов и инвалидов первой и второй группы ставки снижены вдвое. Для третьей – на 25%. Произвести доплату транспортного налога за 2021 год необходимо будет по сроку 15 ноября 2022 года, по извещению налогового органа, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 года. Сумма транспортного налога будет зависеть от максимально допустимой массы автомобиля. То есть, касательно легкового автомобиля – это от 60 рублей до 220 рублей, прицеп – 41 рубль. Все ставки можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам. К слову, обойтись без диагностики не получится. Письма за отсутствие ТО нарушители стали получать еще в марте 2021-го. С тех пор камеры фотофиксации в некоторых регионах выявляют не только превышение скорости. Такую практику планируют вести по всей стране. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруиск, 360.